Вопрос такой вообще замечательный, мне очень понравился. Мне тут наши умельцы настольного тенниса сказали, что шипы ставят или старики, или лодыри. Как вам такое объяснение шипам? Ну, объяснение отличное. В принципе, объяснение это можно какие угодно придумывать. Вот, например, я сейчас объясню, почему дождь идет. Объяснение дождю дам. Там на орбите сидят инопланетяне, хреном знает, что они там делают. В общем, они услышали такое объяснение шипам и уписались от смеха. Вот и дождь идет. Ну, как бы да. Объяснение можно придумать какие угодно. Далеко не все из них имеют какое-то отношение к действительности. Многие могут быть и примерно на таком уровне, как вот это, про дожди инопланетян. Придумать таких объяснений можно сколько угодно. Шипы ставят те, кому хочется играть с шипами, кому нравится играть с шипами, кто хочет просто попробовать играть с шипами, записывать всех, кто ставит шипы в старики или лодыри. Ну, как бы, если кому-то нравится какими-то вот такими когнитивными искажениями заниматься, то можно и так объяснять. Как будто... Это какой-то... Какой-то накладочный расизм. Типа гладкие накладки. Это вот благородно. Это вообще-то такое вот что-то вот такое. Все белое и пушистое. Шипы. Это вот такой какой-то, блин, удел стариков или лодыри, там, сирых, убогих и несчастных. Ну, не знаю. Я не сторонник расизма и нацизма ни в каком виде, в том числе и в накладках тоже. Мне это дело кажется каким-то не совсем здоровым. Правила допускают игру с шипами. Ну, отлично. Кому нравятся шипы, играем с шипами. Кому подходят по его стилю игры или еще по каким-то причинам шипы. Ну, ставим и отлично. Мы вообще настольный теннис для чего играем? Ну, играем для удовольствия, для здоровья, там, но в основном как-то для чего-то такого. Ну, кто-то может карьеру хочет спортивную сделать, но в этом случае тоже можно шипами играть, да. Почему не играть шипами? Ну, нравится кому-то гладкими играть, играйте гладкими. Нравится шипами, играйте шипами. Разводить какие-то шиповые расизмы. Ведь под многие стили игры шипы подходят лучше гладких. Кому-то они по чувству больше нравятся, чем гладкие, там, еще по каким-то причинам. В общем, какими здравыми соображениями можно руководствоваться, устраивая вот этот вот шипогладкий расизм. Шипогладкий это благородно, а шипы это что-то такое низменное, второсортное. Я бы рекомендовал больше в таких случаях работать над своей игрой и меньше чужие накладки винить. Потому что, да, как бы плохому танцору известно, что мешает, а плохому танцору чужая накладка. Как-то так. Так, также хочу напомнить и попросить, если вы вдруг еще не подписались на наш канал, то, пожалуйста, нажмите подписку. Так и вам будет удобнее нас смотреть, и нам от этого будет некоторая польза. Вот, и колокольчик можете тоже прожать, чтобы уведомления о наших новых видео приходили. Так что, если еще не подписались, то сделайте это прямо сейчас, не откладывайте. Субтитры подогнал «Симон»!